Приветствую вас и не стану говорить о том, что молодой человек на сто процентов любит вас, не стану говорить о том, что он на сто процентов хочет быть с вами, не стану говорить о том, что молодой человек вам, например, говорит правду. Почему я не буду это говорить? Потому что ситуация заключается в том, что я этого человека не знаю, как и не знают его другие эксперты. И залезть к нему в голову мы не можем. Мы можем помочь вам, например, как-то. Но избавить вас от неуверенности в том, любит ли вас молодой человек или нет, мы, к сожалению, тоже не можем. Потому что это третье лицо. Третье лицо, которое мы не знаем. Давайте отбираться на факты. Значит, парень назвал вас в постели по-другому. Спустя время рассказал историю про то, как без памяти был влюблен в девушку, и ее звали именно так. Сказал, что дразнит вами и не хочет вас терять. И именно поэтому он и рассказал эту историю. Значит, следуя именно тексту того, что вы написали, именно тексту, ситуация вырисовывается такая. Мужчина был влюблен в девушку, и влюблен был сильно, суть по всему. И он представлял себя с ней в постели. Это, я надеюсь, для вас, ну, очевидно. То есть, в самом по себе факте, в этом, ну, я надеюсь, плохого ничего не видеть. То есть, когда он был у нее влюблен, он представлял ее с собой в постели. И поскольку любовь была сильная, и, судя по всему, это была не любовь, а страсть, потому что, если бы это была любовь, то так бы быстро она не прошла. А она прошла в любом случае, потому что он уже с вами. Если бы человек любил не вас, а другую женщину, то он бы все-таки гораздо раньше проявил бы это, и гораздо раньше вы бы почувствовали, что он любит другую. Раз так, то именно любви у него к ней нет. Но, что есть? А есть невыращенное, незавершенное, нереализованное желание переспать с этой девушкой. Вот желание было, очень сильное желание, и оно не завершилось. И из-за этого, из-за того, что оно не завершилось, мужчина продолжает, возможно, хотеть это. Но, понимаете, как хотеть? То есть, здесь слово хотеть, а точнее, я бы даже сказал не слово, а формулировку хотеть, следует понимать несколько не в классическом смысле этого слова. Мужчина, может быть, сам по себе, разумом, умом, сознанием, не хочет уже. Он уже давно не хочет эту девушку. Он уже давно, если не забыл про нее, то, по крайней мере, отпустил и стал жить с вами. Это, я думаю, мужчина верит так же сильно, как это и проявляется в том, что он вам говорит. Но незавершенное желание на уровне подсознания, оно, к сожалению, останется. И какое-то время оно еще будет, потому что нужно время. Нужно время, чтобы оно прошло, это желание. И время это нужно, ну, достаточно долго. По крайней мере, как мы можем видеть, судя по описанию вам ситуации. То есть, давайте еще раз. Давайте еще раз. Если у мужчины любовь к своей бывшей девушке, Именно любви, как таковой, нет. Почему? Потому что вы это почувствовали бы раньше. Любви нет, но есть на уровне подсознания незавершенное, незавершенное желание, возможно, переспать с ней. И именно поэтому, именно поэтому, он и назвал вас чужим именем. Собственно говоря, Это простое, обычное, нереализованное желание. И оно находится на подсознательном уровне, потому что Из подсознания, Из долговременной памяти, Из долговременной памяти, Подобное, как бы, Исчезает куда дольше, чем из памяти Кратковременной и ультра-кратковременной. И мужчина, может быть, уже уверен в том, что он забыл, И он верит в то, что уже забыл. Но, Тем не менее, Как бы, Есть вот это вот, Есть вот это вот, На подсознательном уровне, Неудовлетворенность. И она, И она просто дает освобенность мужчине. И все. Так что, думаю, Нету никакого Смысла, Нет оснований вам Переживать И волноваться, Отношения того, Что он вас не любит. Не любил бы, Так действительно, Не стал бы рассказывать всего того, Что рассказал. Раз рассказал, значит, Хочет, чтобы вы знали правду, А это Очень много, Ну, достаточно много, Значит, Вот Примерно так Можно ответить на ваш вопрос. То есть, смотрите, Как получилось. Мы не стали здесь С вами Однозначно Говорить о том, Что Значит, Никаких чувств Молодой человек К этой девушке не испытывает. Однозначно мы Так Говорить не стали. Потому что Мы его Не знаем. По крайней мере, Я его точно не знаю. Но Что-то Что-то Такое Поведение Его Стравоцировало. Верно? Что-то Что-то Повлияло На него, Чтобы он Так Сказал. Значит, Нереализованные Желания Есть. И они Оговорились Сразу С любовью Ничего Общего Не Имеют Но Имеют Общее С Простерационными Процессами Которые Происходят С каждым Человеком. Если У него Есть Подобные Обстоятельства И Подобные Приживания. И В этом К сожалению Мужчина Не виноват. Тут Просто Ответись Спокойно С юмором И Продолжать Жить дальше. Чем Меньше Вы будете Заострять На этом Внимание, Тем Быстрее Мужчина Об этом Забудет И Вы сможете Жить Дальше Счастливо И Надеюсь Долго. На этом Все. Надеюсь Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Доброго И Удачи